Отчетные встречи Акимов с населением продолжаются. Сегодня в актовом зале средней школы номер 55 собрали жители населенных пунктов Заречный 2 и 4, дабы озвучить свои наболевшие вопросы Акиму Алматинского района, Амиржану Уразгалееву и градоначальнику Асхату Шахарову. На встречу актюбинцы поднимали проблемы общественного транспорта, нехватки школ и детских игровых площадок. Кроме того, жители недовольны тем, что десятилетиями приходится ждать своей очереди на получение земли. Гульдана Халенхозы продолжит тему. В жилых массивах Заречной 2 и 4 проживают порядка 7 тысяч человек. Одной из причин, по которому жители испытывают неудобства, являются проблемы с движением общественного транспорта. Автобусы маршрутов 5 и 2 ходят только по главной дороге, отчего жители вынуждены сходить с общественного транспорта вдоль трасс и добираться пешком до своих домов. Ранее автобусы заезжали внутрь наших поселков, но с апреля прошлого года прекратили. Километры приходится наверстывать из-за этого. А сколько пожилых людей живут у нас? Это для нас большая проблема. Эти автобусы ранее и вправду заезжали внутрь поселков Заречной 2 и 4. Однако в прошлом году поменялся перевозчик. Новое автотранспортное предприятие решило сократить движение маршрута и на этом фоне возникли такие проблемы. В настоящее время готовится маршрут движения автобуса 32. Он будет заезжать внутрь ваших населенных пунктов. С автопарком мы тесно работаем. Обещаем, что в скором времени эта проблема будет решена. Вместе с тем жители просят установить детские игровые площадки. Район обустраивается, увеличивается численность населения и детей в особенности. К примеру, в средней школе номер 46 рассчитанные на 150 мест фактически обучаются 370 детей. Кроме того, жители нуждаются и в строительстве амбулатории. Есть пожилые, есть люди с ограниченными физическими возможностями. Около 400 пенсионеров. Все вынуждены в поликлинику ездить за речной 3. То, что есть проблемы с автобусом, вы уже знаете. Часами стоим на морозе и ждем автобус. Не у всех есть легковой транспорт. Нам нужна поликлиника. По поводу установления детских игровых площадок, градоначальник Асхат Шахаров попросил конкретнее обозначить территорию, где в этом есть острая необходимость. А что касается строительства школы и амбулатории, обещал немедленно разузнать о свободных участках, где могут расположиться потенциальные новые постройки. Вместе с тем, жители недовольны и тем, что приходится долго ждать своей очереди на получение земель. Я стою на очереди с 2008 года. На дворе сейчас 2021 год. 13 лет прошло и до сих пор не можем получить землю. На встрече жители также просили дать название улицам. Кроме того, обсуждались вопросы ремонта тротуаров и дорог, а также установки уличного освещения. Аким города сообщил, что на эти работы готовятся сметы. Планомерно, по мере поступления вопросов и предложений, они будут рассматриваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...